Что ж тут спите, раз, где он сорвался? Нормальный день был, на тебе. Произведение «Старший сын» по Вампилову последнее время ставит во многих российских театрах. Череповецкий не исключение. Примера на сцене Камерного состоялась в 2016 году. Спектакль и по сей день идет с большим успехом и точно станет классикой, уверены в театре. Именно поэтому работу питерских коллег на своей сцене череповецкие артисты ждут с особым интересом. В рамках театрального фестиваля «Золотая маска» старшего сына привезет в Санкт-Петербургский театр-мастерская под руководством Григория Козлова. Тогда, когда мы начали говорить с дирекцией «Золотой маски», не помешает ли один спектакль другому, и в первую очередь не помешает ли это Камерному театру, я сказал, да нет, конечно. Потому что в данной ситуации это все будет на пользу театру. Театру с большой буквы. А если говорить о Камерном театре, нам очень интересно, чтобы на одной и той же площадке один и тот же зритель увидел одного и того же автора, но абсолютно в разных трактовках. В питерской прессе отмечают, старший сын Григория Козлова – это совсем другая история. Не та, что в знаменитом кино с Караченцевым и Боярским. Хотя, в общем-то, любой режиссер, ставя классику, претендует на уникальность. Судить в любом случае зрителю. В Петербурге на эту постановку билетов обычно не достать. Череповецкая публика тоже проявила интерес. На сегодня билеты распроданы. Готова и сцена Камерного театра за кадром, уверяют технические специалисты. Как оказалось, люди суеверные, поэтому на камеру говорить не стали. Все скажут делом. Площадка Камерного театра для «Золотой маски» стала уже родной. Технические специалисты фестиваля знают местное оборудование, возможности сцены. Череповецкие же специалисты к фестивальным показам готовятся заранее, тщательно в соответствии с райдером. В этом году никаких технических излишеств столичные театры не потребовали. Все спокойно, говорят в Камерном театре. На этой же сцене уже в следующие выходные будет идти второй спектакль «Золотой маски» «Детский детектив» Московского театра «Наций». Труппа под руководством Евгения Миронова в Череповец приедет дважды. Помимо эльфов, артисты представят музыкальный спектакль «Шведская спичка» по Чехову. Молодые актеры, смех в зале, живой музыкальный аккомпанемент и даже минимализм в декорациях. Все в этом спектакле вписывается в чеховскую историю весьма гармонично. Шведскую спичку сыграют во дворце «Строитель». В Череповце актеры театра «Наций» проведут время не только в гримерках и на сцене. Коллектив театра попросил провести пешую экскурсию по городу с посещением двух музеев. Артисты лучших театров страны постепенно привыкают к вологодской публике. Она, в свою очередь, с годами приобрела чувство вкуса к экспериментам, отмечают театральные деятели. Фестиваль «Золотая маска» проходит на Вологодщине с 2010 года при поддержке компании «Северсталь». В этом году каждый спектакль покажут дважды. Есть еще небольшое количество билетов на детский детектив «Осторожно, эльфы». И есть билеты еще на театр нации «Шведская спичка». Это очень яркий музыкальный спектакль. По комментариям из соцсетей очень нравится московской публике этот спектакль. И там практически билетов нет. Сейчас у нас есть уникальная возможность посетить этот спектакль. На днях организаторы сняли бронь на балкон, а значит попасть на «Шведскую спичку» еще можно. Вера Кучеренко, Анатолий Холин. Новости.